Прежде чем зайти на кладбище, надо постучать, предупредить, что я пришла. Их навестить. Навестить их. Для жительниц Тазовского Ирины Марик и Оксаны Янкиной посещение кладбища – событие отнюдь не рядовое. Воспитанные в духе ненецких традиций тазовчанки уверены – лишний раз тревожить усопших ни к чему. Поэтому здесь они бывают крайне редко. У нас, как говорила мне мама, что если ты один раз оставил покойника, то ты второй раз уже туда не должен подходить к нему в могиле. Кладбище – это место мертвых, говорит Оксана Андреевна. Здесь свои порядки, правила и запреты. Живые люди обязательно должны их соблюдать. Переставлять какие-либо предметы или забирать что-то с могил домой, по верованиям ненцев, недопустимо. Крайне негативное отношение к фактам воровства. Вот и сейчас видно, что на многих ненецких захоронениях отсутствует обязательный атрибут – металлические колокольчики. Их, предполагают тазовчанки, снимают охотники за цветными металлами. Вот этих людей, то, что грабят и жгут, разоряют ненецкие кладбища, они долго не живут. Их сверху Бог видит и наказывает очень сурово и жестоко. Они думают, что раз он обворовал, сломал, передвинул или что-то, ну, утащил там колокольчик. Он думает, счастливый человек. Нет. Он все равно наказание поведет. Важно для родственников умерших, конечно, и состояние кладбищ. Отведенное для усопших место всегда должно быть в порядке. Тем более, что в Тазовском на содержание таких объектов выделяются значительные деньги. В 2016 году это 1 миллион 450 тысяч. Есть и ответственная организация – фирма «Ресурс». Посмотрите, что творится здесь на кладбище. Бутылки валяются, куски железа валяются, провода валяются. Тут очень такой сильный бардак. Провода лежат, столбы лежат. Неизвестно, эти провода оголенные, отключенные. Или страшно даже ходить. Пусть Борис Николаевич Карипанов сделает небольшую уборку, проследит. По словам директора компании «Ресурс» Бориса Карипанова, уборка мусора на кладбищах райцентра периодически проводится. Запланированы работы и на ближайшие дни. Мы по мере оттаивания снега убрали полностью мусор с кладбища. С первого, со второго убрали. Вывезли на свалку полностью. Мы вывозили три самосвала. Сейчас в процессе лета люди ходят. Мы убираем веночки, убираем мусор. И из-за этого у нас накопилась снова небольшая кучка. Но мы ее буквально день-два вывезем. Что же касается упавшей опоры линии электропередач, то об этом факте, говорит Борис Карипанов, специалисты общества «Ресурс» до сегодняшнего дня не знали. Если бы сообщение от граждан поступило раньше, проблемы бы уже не существовало. К нам обращались люди, им надо было на кладбище завести песок. Мы, наверное, по две машины завезли песка на оба кладбища. Люди песок просят для того, чтобы подсыпать могилочки родственников. И как бы мы идем на контакт. Вывезти мусор с кладбища не так уж сложно. Ограничить вход для сторонних граждан тоже вполне возможно. А вот убедить некоторых людей уважительно относиться к захоронениям – задача не из легких. Ведь здесь речь идет уже о проблеме воспитания. Михаил Шершнев, Анатолий Чернышев и Максим Епишин. Студия «Факт».